Однажды утром я увидел голодную и хорошо замаскировавшуюся гусеницу на красивом розовом бутоне. Я заметил, что некоторые стебли были объедены, и даже случайному наблюдателю было видно, что она уже прошлась своими угрожающими челюстями по нежным листьям. Я увидел в этом своеобразную аллегорию. В мире есть много людей, подобных этой гусенице. Их можно найти повсюду. Но некоторые настолько искусно маскируются, что мы порой позволяем им заползать в нашу жизнь, и прежде чем мы распознаем это, они могут обгладать духовные корни нас самих, а также наших близких и друзей. Мы живем в такое время, когда мир наводнила неверная информация о наших верованиях. Во времена подобные этим, неспособность защитить и углубить свои духовные корни может привести к тому, что их станут пожирать те, кто стремится погубить нашу веру во Христа и веру в Его восстановленную Церковь. В Миге Мормона говорится о Зизроме, который пытался уничтожить веру члена Церкви. Его поступки и слова были ловушкой врага, которую он поставил, дабы поймать этот народ, чтобы привести его в подчинение себе, чтобы окружить его своими цепями. Подобные ловушки есть и сегодня, и если мы не проявим духовную бдительность и не построим твердое основание на нашем Искупителе, то можем оказаться связанными цепями сатаны и будем незаметно уведены на запретные пути, о которых говорится в книге Мормона. Апостол Павел в свое время провозгласил предостережения, применимые к нашим дням, «Ибо я знаю, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Его предостережения, а также пророки и апостолы напоминают нам, мы должны делать все возможное, чтобы духовно защитить себя от лживых слов тех, кто противостоит нам. Посещая приходы и колья Церкви, я с вдохновением вижу, слышу и чувствую, как святые, безусловно и с верой принимают учения Спасителя и Его слуг. Более преданное соблюдение дня субботнего — вот лишь один из примеров того, как члены Церкви могут духовно укрепляться, внимая призывом пророка. Дальнейшее духовное укрепление происходит благодаря расширению масштабов храмовой и семейно-исторической работы, которую проводят семьи, собирая своих предков посредством храмовых таинств. Наши духовные корни углубляются, когда искренняя личная и семейная молитва становится бастионом нашей веры, по мере того, как мы ежедневно каемся, ищем напарничество Святого Духа и узнаем о нашем Спасителе и Его качествах и стремимся стать похожими на Него. Наш Спаситель Иисус Христос есть Свет Мира, и Он призывает нас следовать за Ним. Мы должны всегда взирать на Него, и особенно, когда наша жизнь омрачает буря сомнений и неуверенности, накатывающихся, как ползущий туман. Если в вашу сторону указывают пальцами, с другой стороны — реки водной, где стоит огромное и просторное здание, насмехаясь и унижая иманя, я прошу вас немедленно отвернуться, дабы лукавые и коварные замыслы не отлучили вас от истины и связанных с ней благословений. Однако, в наши дни этого недостаточно, ибо люди будут продолжать говорить, писать и изображать превратно. Старешный Роберт Хейлс учил нас, «Если вы не посвящаете себя Евангелию всецело, не живете по Нему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, вы не сможете сгенерировать духовного света столько, чтобы отбросить тьму назад». Несомненно, наше желание следовать за Христом, кто из Свет мира, означает, что мы должны поступать согласно Его учениям. Действуя по Слову Божьему, мы духовно укрепляемся, обретаем поддержку и защиту. Чем больше света в нашей жизни, тем меньше тени. Однако, даже в изобилии света мы можем подвергаться воздействию людей и толков, искажающих наши убеждения и подвергающих испытаниям нашу веру. Апостол Иаков писал, «Испытание вашей веры производит терпение». В этой связи старейшина Нил Макс выучил, что терпеливый ученик не удивится и не отступит, когда церковь будут представлять в ложном свете. Вопросы о нашей церковной истории и о верованиях будут возникать и в дальнейшем. В поисках правильных ответов нужна большая осторожность. Мы ничего не обретем, изучая взгляды и мнения менее информированных или разочаровавшихся людей. Самый лучший совет дал апостол Иаков. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога. Обращение к Богу с вопросами должно предшествовать вдумчивое изучение, ведь в священных писаниях нам дам наказ. Ищите в наилучших книгах слова мудрости, ищите знания учением, а также и верой. Эти книги представлены в огромном изобилии. Их написали вдохновенные свыше руководители церкви, а также известные и вдумчивые ученые, изучающие истории и учения церкви, на основе достоверной информации. Однако ничто не превосходит величие Слова Божьего, явленного в каноне священных писаний. Из этих тонких страниц, наполненных духовным прозрением, мы узнаем истину через Святого Духа, и тем самым возрастаем в свете. Президент Томас Монсон заклинал каждого из нас ежедневно, с молитвой, изучать книгу Мормона и размышлять над ее учениями. Несколько лет назад, служа в качестве президента фиджийской миссии Сува, я увидел, как миссионеры на себе испытали силу книги Мормона, которая приводит к обращению. Жарким и влажным днем двое старейшин прибыли в крохотный поселок, входящий в город Лабаса. На стук в дверь ответил старик с обветренным лицом, который внимательно выслушал свидетельство миссионеров об истинности книги Мормона. Они подарили ему экземпляр книги и предложили читать ее и молиться, чтобы, как и они, узнать о том, что это слово Бога. Он коротко ответил, «Завтра я отправляюсь на рыбалку. Я буду читать книгу в море, а когда вернусь, можете снова меня навестить». Пока он отсутствовал, этих миссионеров сменили другие, и спустя несколько недель к рыбаку пришли новые старейшины-напарники. К тому времени он прочитал всю книгу Мормона, получил подтверждение ее истинности и хотел узнать больше. Этот человек был обращен Святым Духом, который свидетельствовал об истинности драгоценных слов на каждой странице с описанием событий и учений, которым обучали очень давно. Они и были сохранены для наших дней в книге Мормона. Подобные благословения доступны каждому из нас. Дом — это идеальное место, где семьи могут учиться и делиться ценными знаниями из священных писаний, слов живущих пророков и церковных материалов на сайте lds.org. Там вы найдете изобилие сведений о евангельских темах, например, рассказы о первом видении. Изучая наилучшие книги, мы защитим себя от угрожающих челюстей, которые стремятся подточить наши духовные корни. Все наши молитвы, изучения и размышления могут все же оставить ряд вопросов без ответа, но мы не должны позволить им погасить в пламя нашей веры. Подобные вопросы служат поводом для укрепления нашей веры и не должны подпитывать мимолетные моменты, вводящие в заблуждение сомнений. Сама суть религии заключается в том, что у нас нет точного ответа на каждый вопрос, ведь в этом и есть одно из предназначений веры. По этому поводу старейшина Джеффри Холланд сказал, «Когда в нашей жизни наступают такие моменты и у нас возникают проблемы, которые мы не можем решить сразу же, крепко держитесь того, что вы уже знаете, и оставайтесь сильными, пока не обретете дополнительные знания». Мы видим, какую радость излучают многие люди, которые остаются сильными, постоянно подпитывая свои духовные корни. Их крепкая вера и послушание помогает обрести великую надежду на своего Спасителя, и это приносит огромное счастье. Они не претендуют на то, что знают все, но им пришлось многим пожертвовать для получения необходимых знаний, которые помогают им обрести покой, и проявить терпение в стремлении узнать больше. Строка за строкой их вера цементируется во Христе, и они остаются крепкими согражданами святым. Будем же мы все жить так, чтобы угрожающие челюсти замаскировавшихся гусениц не нашли себе места в нашей жизни, ни сейчас, ни в будущем, дабы мы оставались тверды в вере Христовой до самого конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Продолжение следует...